Чё как, народ? С вами Джексон Стайл! Ребята, у меня для вас просто охренительные новости! В будущем на моём канале выйдет такое... Какое? Такое! Такое! Обо всём по порядку. Так вот, многие наверняка могли заметить у меня в сообществе вот этот пост. В нём я устроил опрос. Что там было? Я не успела прочитать. Влад, вы здесь, либо не здесь? Эксперимент. К этому мы ещё вернёмся. На этом канале или создать новый и выложить уже там? Абсолютное большинство проголосовало за то, чтобы я его выложил... Сколько человек голосовало? Абсолютное большинство. Это сколько человек? ...на основной канал. То бишь, на этот. Что за эксперимент? Спросите вы. Уже давным-давно у меня была идея сделать один интересный проект, который я хотел выложить на отдельный канал. Но, к сожалению, этот проект постоянно переносился и в итоге и вовсе был отменён. Из-за непредвиденных обстоятельств. Не могу вам сказать... У меня тоже есть такие непредвиденные обстоятельства. Честно. Называется ленивая жопа. Ну, лично в моём случае. Не знаю, как в случае Джекса настаивала, но моё он так часто бывает. Знаешь, такой, сгорит в какую-нибудь идею, а потом такой... Ааа... Ааа... И всё. Что это за обстоятельства? Однако речь всё равно не об этом. Так вот, этот проект должен был переосмыслить весь мой основной контент. Кардинально! Но ничего не вышло. И в итоге я перестроил этот канал под Майнкрафт-контент. Те, кто следит за моим каналом, наверняка помнят этот период. Так вот, появился второй шанс. В тот раз я, мягко говоря, очень сильно переоценил себя и свои возможности. Ресурсов просто не хватало для того, чтобы это реализовать. Какая-то интрига на интриге. Но очень большое время спустя я всё пересмотрел и нащупал то, что, возможно, выстрелит. Я решил создать этот... Нарезки полондау! Для того, чтобы спросить... Это не эксперимент. ...у вас, у моих подписчиков. Делать мне отдельный канал для этого проекта или выкладывать его здесь? Выбор сделали вы. И это будет здесь. К тому же у меня уже и так слишком много каналов. Пришло время для официального анонса. Прямо сейчас. Сразу после выкладывания вот этого вот видоса... Я начну работать над своим новым вышеупомянутым видосом. В смысле? В смысле? То есть ты его ещё не сделал? Ложить изерить. Нет, так дела не делаются. Не надо так делать. Началось сделать, а потом он представляется. Конечно, я расскажу... А то вдруг ничего не... Одну важную вещь... Не получится. Да, в ютуберах. Закон ютубера. Какой-нибудь там Брайан пишет. Всё, ребята, я уже монтирую, сегодня вечером выйд. Ни хрена не выходит. Ничего не выходит. Или там... Вот завтра точно выйдет. Так, я сделал мультик, завтра выйдет, и он не выходит. Знаете, почему? Потому что можно тезерить. Только в том случае, когда он у тебя уже залит на канале, залито, уже лежит в доступе, ну, уже там через, не знаю, час у тебя опубликуется условно. Тогда ты уже можешь тезерить. Потому что обычно, как всегда по закону позлости, какие-то обстоятельства непредалимой силы. Типа, например, как-нибудь это все тело программа. Ютуб что-нибудь долго обрабатывает, например. Стало лень. Ещё что-нибудь. Стало лень. Ещё что-нибудь. Стало лень, да. То есть, лучше всё-таки делать какие-то анонсы. Я помню, у нас даже, когда мы мультики делали, помнишь, тоже такие. Всё, завтра выйдет мультик, а потом у нас какая-то там проблема. Мы пересматриваем, что-то не нравится. Я не успела сделать ещё пробьюшку. Я сижу до ночи, сижу, потому что мы уже пообещали. Язык вот на плечо, и сижу, вот там что-то дорисовываю. Мне эти пробьюшки не нравятся. Я думаю, ладно, пускай будет пока такая, потом поменяю. В итоге потом забиваю болт, никакую пробьюшку не меняю. Лучше, когда у тебя уже всё, короче, отложено. Вот потом тизер. А не так, что у меня вот идея, это уже тизер. Ну, мне так кажется. Мне кажется, да. Этот видос будет без какого-либо преувеличения революционным для моего канала. Потому что этот контент повлияет на многое у меня. Я в этом очень сильно уверен. Это будет просто бомба. Что же это будет такое? Я потрачу просто колоссальнейшие силы и ресурсы. По крайней мере, в моём масштабе это уж точно. Этот видос можно назвать своеобразной перезагрузкой моего канала. Потому что этот контент повлияет на... Мне кажется, знаешь, какой эксперимент Джексон Стайл? Выходить по квартирам и какую-нибудь штуку продавать. Потому что как он тизерит этот свой эксперимент, как будто реально продаван такой, знаешь, такой, это будет что-то невероятное. Это очень много у меня. Максимум интересного контента. Максимум живых эмоций. И самое главное, максимум невероятных стараний. Над этим роликом я буду стараться, не поколодая рук. Я попробую всё довести до состояния идеала. Запомните эти мои слова. Я сделаю всё возмож... Не надо доводить до состояния идеала. Потому что никогда ролик не выйдет. Потому что, ну, лично не знаю, как у Джексон Стайла, а вот у нас с Вадимом есть такая тема. Тебе что-то вечно не нравится. И вот это не нравится. Или когда сильно слишком анонсируешь. И что-то не нравится. Это будет что-то супер-супер идеальное, да? А потом люди такие... А у человека... Залученные ожидания могут быть такие, да? Разные представления идеала, да? А кто-то будет прям думать, бля, это что-то космос какое-то будет, да? Это шедевр, как в этом меме. И ты выпускаешь, да? А он представил что-то другое. А ты слишком преувеличился, да? И он такой... И он такой, о, бля, у меня ожидания были другие. Да-да-да, поэтому... Ну, как бы, нет. Главное, не засерашивать. Типа, знаете, я выпишу такой ролик, он такой будет говно. Такое говно. Ну, вообще-то... Я же такой недостоин. Да, так не надо тоже себя вести. Но и перебарщина. Ты знаешь, так золотая середина, мне кажется. Можно, чтобы вам было интересно. Я обещаю, даже если что-то пойдет не так, я не сдамся. Хорошо. Я сниму этот ролик во что бы то ни стало. Только пальцы не скрещивай. В любом случае. Я настроен очень серьезно. Но есть кое-что, что вам обязательно нужно будет знать. Из-за всего вышеперечисленного этот ролик выйдет не скоро. Я бы даже сказал, очень не скоро. По моим подсчетам, через три недели минимум. Но мне кажется, это будет того стоить. Я специально ни в коем случае не буду говорить вам, что это за эксперимент, дабы создать интригу. Дальше. Абсолютно вся... Он ничего не скажет. А мне же так интересно стало. На данный момент будет приостановлено. Дабы гораздо глубже погрузиться в работу над этим самым роликом. Но если вы думаете, что это все, нет. Это еще не все. Опять же, по моим подсчетам... Будет еще один грандиозный эксперимент. Грублюкозный эксперимент, про который он, конечно, еще... Еще более грандиозный, чем предыдущий. Я вам ничего не скажу. Это как, знаешь, трейлер фильма какого-нибудь сделать. Какого-нибудь такого очень захватывающего трейлера. Такой, знаешь, музыка нагнетающая. Полная темнота. Темнота, темнота, темнота. И в конце там такой на одну секунду какой-нибудь... Один, может, глазик маленький вылез. Скоро. И написано скоро, да. Время после того, как я выложу этот самый ролик, я ничего не буду выпускать. Из-за того, что мне нужна будет передышка. Ибо работы будет просто дофига. Но это не значит, что я все это время буду пропадать. Дамы и господа. Я создал канал в Телеграме. Да, на самом деле, давно уже надо было это сделать. Но это особенный случай, который ни в коем случае не терпит отлагательств. А что там будет? Будет пытаться эксперименту делать? Нет? Ссылка в описании. Там я буду выкладывать различные моменты из моей жизни и новости моих каналов. Вот так-то. И еще кое-что. Заранее скажу. Кому-то может показаться, что это видео будет постановочным. Но я со всей серьезностью хочу вас всем сердцем заверить. Хотите, верьте, хотите, нет. Но это видео не постановка. Поверьте, пожалуйста. Может у него будет антигрифер шоу какое-нибудь? Что еще может быть? Понятия не имею. Может быть что угодно. Он даже намека не кинул, что это может за тема быть. Пожалуйста, мне на слово. Живые эмоции. Живой опыт. Эмоциональный эксперимент. И живая жизнь. Все настоящее. Живая жизнь. Ну и крайняя новость. Под этим видео и под вышеупомянутым экспериментом будут ссылки на Donation Alerts. Ничего не подумайте. Это будет лишь вспомогательная опора. Я буду таким образом собирать деньги на дальнейшие эксперименты. Надо было показать хоть чуть-чуть, объяснить, в чем эксперимент будет заключаться. А то так как бы даже непонятно. Какую-то удочку закинуть. Да, а то так просто, что что-то будет, что-то будет, а что даже непонятно что. То есть я не обязательно подробностей говорить. Просто хотя бы обозначить направление. Ты даже можешь название эксперимента не говорить. То есть такое я вообще теряюсь в догадках. То есть может быть игра какая-то. Что угодно. Реакция. Не знаю, эксперимент. Экспериментальная реакция. Это что угодно может быть вообще. Не знаю, какое-нибудь там. Это что угодно. Апатажное шоу. Опрос людей на улице. Я буду сидеть на коленях и кричать. Эш, эш, эш. Да, и рыгать, например. И кричать. Э, э, э. Как его там? Мелстроя приди. Ну это ни в коем случае не значит, что вы должны будете мне отдавать свои последние кровные. Хотите, донатьте. Хотите, не донатьте. Это ваш выбор. Небольшой мини-спойлерик. В готовящемся видео тоже будет, но лишь вскользь упомянута эта тема. Просто для информации о том, что вы можете это сделать. Вот это спойлер, блин. В новом ролике про эксперименты будет отрыв, где я попрошу, точнее скажу вам, что вы можете мне задонатить. Вот такой спойлер был. Ну да, очень сильно раскрыл суть эксперимента. Ставится что-то крупномасштабное. Это я вам обещаю. Больше нет прокрастинации. Только новая и светлая жизнь для моего канала. Только хардкор. Ждите. И я вам уже трижды обещаю. Будет очень интересно. Ну а с вами был Джексон Стайл. Я не понимаю, это ролик сделан для зрителей или как будто больше для себя обещание, чтобы... Я клянусь, вы можете потом мне носом тыкнуть. В это видео. В это видео. Если вам не понравится, я верну вам ваше потраченное время. Я отмотаю время обратно и верну вам. Как в фильме время. Удачи и до встречи. Лайк за стороне. Да только непонятно всё равно ничего. Только вообще ничего непонятное. Что ждать? Что ждать? Я не знаю даже, что ждать. Блин, ну трейлер, конечно, мощный. На 6,5 минут, даже на 6,50. И не сказать ничего про новый ролик. Это прям вообще. Что-то будет грандиозно. Сделать максимальную интригу.